МТК-Видео Класс альпинистской подготовки откроют в Магаданском клубе «Подвиг». Занятия начнутся с 1 сентября. МТК-Видео Классно представленному проекту, комплекс парка будет встречать гостей входной площадкой с порталом в этническом стиле. Также на территории парка будет экспозиционная и выставочная площадка, тотенная поляна, административно-бытовой и выставочный павильон, места с арт-объектами, детская игровая и зона природного отдыха с беседками, домики для семейного отдыха, открытая площадка для событийных мероприятий, кафе на 50 посадочных мест и парковка для 97 автомобилей. Представители региональной межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» оценили все нюансы проекта и одобрили строительство нового этнопарка. Сегодня вниманию межведомственной комиссии был представлен проект парка этнической культуры народов Северо-Востока Дюкча в городе Магадане. Большинством голосов был проект поддержан, мы готовим его на конкурс. Идеи по строительству парка этнической культуры Дюкча в Магадане направят на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, как это было с парком Маяк. Если проект победит, то на строительство этнопарка выделят федеральный грант. Общая сумма призового фонда 5 миллиардов рублей. Определят 80 победителей. Городские власти столицы Колымы планируют возвести Дюкчу в 2022 году. В мэрии Магадана Юрий Гришан провел еженедельное оперативное совещание по работе коммунальных служб. Руководители ресурсных организаций и городских ведомств отчитались о проделанной работе и совместно с городоначальником проработали планы на предстоящий сезон благоустройства. Городские предприятия, теплосеть и водоканал приступили к ремонту инженерных сетей города. Магаданское водохранилище под контролем и проблемы с паводками исключены. Отопительный сезон в этом году продлится как минимум до 7 июня. Комбинат зеленого хозяйства проводит комплекс работ по благоустройству и по текущему содержанию города. Помогает участникам субботников, предоставляет инвентарь, вывозит мусор после проведения уборки. Подробнее о рабочих буднях КЗХ в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал директор коммунального предприятия Алексей Гаврилов. Сегодня один из таких адресов мы доубрали мусор, который на прошлой неделе жители провели. Спасибо им, они провели хороший замечательный субботник, но срезали ветки, сложили их, оставили, потому что никто вывезти их не сможет. Ни управляющая компания, ни перевозчик отходов возить их не может и не собирался. Мы произвели их измельчение с помощью приспособления, которое имеется у нас на балансе. Это измельчитель веток прицепного типа. Провели, показали, как он есть. То есть два КАМАЗа веток превратилось в 10 мешков опилок, которые будут использованы для благоустройства на общегородских территориях, также для цветов, как добавка к земельному грунту. Производим подготовку фонтанов к запуску. На балансе учреждения находится их 9 штук. Есть определенного рода проблемы. Зимой произошли определенные где-то повреждения, где-то что-то затопило, нарушена герметичность, целостность. Но в целом, за исключением фонтана на Магаданской площади, все они будут готовы, все 8 штук к запуску. Постараемся подтянуть и Магаданскую площадь, где маленький фонтанчик радовать будет наших детишек. Также в городе продолжают сносить самовольные постройки. Специалисты управления технического контроля убрали остатки строительных блоков по улице Шмелева 1. Завершены работы по вывозу гаражей и сараев по улице Приморской. В ближайшее время планируется освободить территорию около будущего кванториума, который возводят на Пролетарской 84. Глава города дал поручение административно-технической инспекции убрать железобетон и мусор в районе 5-го детского сада, который откроют в День защиты детей. Одновременно с этим техконтроль готовит проект на сметную документацию для летнего ремонта учреждений образования, музыкальной школы и спортивных площадок. Магадан готовят к озеленению. Глава города Юрий Гришан посетил цветочные теплицы комбината зеленого хозяйства. Около 17 сортов различных соцветий начали созревать еще 22 февраля, чтобы украсить общественные места и клумбы пешеходных зон областного центра. Все растения устойчивы к ветрам и морозам. Сейчас растения закаливают и удобряют, чтобы они не погибли при посадке. По технологической карте у нас запланировано порядка 180 тысяч цветочной рассады и мы в принципе вышли на это количество. Королевой улиц станет календула, самая неприхотливая. Она раскрасит город в оранжевые цвета. Королем считают полуденек. Летом в солнечную погоду они превращаются в яркий красно-фиолетовый ковер. Родина соцветий, напоминающих маргаритки Африка, дикие племена черного континента, много веков используют полуденек в своих ритуалах, а магаданцы приручили несколько лет назад, но до сих пор экспериментируют с местами высадки. Украшать город цветами начнут в первой половине декады июня, когда почва прогреется до 10-12 градусов тепла. Клумбы с надписью «Магадан», которые располагались напротив мемориала «Нулевой километр», реставрируют. Их планируют установить в районе библиотеки Пушкина. Управление Росреестра по Магаданской области и Чукутскому автономному округу летом проверит владельцев дальневосточных гектаров, которые не отчитались об освоении наделов. Через три года после получения по закону собственник должен подать декларацию у полномоченные органы. На эту процедуру отводится три месяца. Тех, кто не сдаст отчет в срок, ждет проверка. При выявлении нарушений земельного законодательства составят акт и административный протокол, за которыми могут последовать штрафы. И в итоге участок придется вернуть государству. Если, допустим, на земельный участок определен вид разрешенного использования под, скажем так, сельхозяйственное использование, а по факту на данном земельном участке располагаются какие-либо склады, это нарушение, то в таком случае штрафные санкции будут составлять от 10 до 20 тысяч рублей. Это минимум. Если мы, например, участок предоставлен под строительство, а мы выезжаем на земельный участок, по факту никакие работы не проводятся, в таком случае штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей. Отчет можно заполнить через интернет, в личном кабинете Федеральной информационной системы на дальневосток.рф. Тем, кто предпочитает действовать по старинке, тоже несложно. В документе нужно указать всего несколько вещей. Личные данные, кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли, основания для ведения деятельности. В Магаданском областном центре образования номер один откроет один из 19 военно-патриотических центров России для детей с особыми возможностями здоровья. Ученики образовательного центра на постоянной основе участвуют в различных спартакиадах. По словам педагогов, соревнование помогает физическому и умственному развитию. Совсем недавно руководство образовательного центра решило открыть развивающий интерактивный военно-патриотический центр, в котором стрельба из винтовки, входящая в список Олимпийских игр, является основной. Денег на реализацию проекта не было, и сотрудники воспитательного учреждения обратились к руководителю регионального волонтерского центра Игорю Розинову. На просьбу Игорь Розинов откликнулся сразу и вместе с парой винтовок закупил полный комплект оборудования с компьютерной техникой, проектором и экранным стендом. К нам обратился центр образования номер один с просьбой организовать центр патриотической подготовки для детей с особыми нуждами. Естественно, мы не смогли отказать, естественно, изыскали возможности, помогли, приобрели винтовки, ноутбук, все необходимое для того, чтобы дети могли полноценно развиваться, стать полноценными членами общества. И в конце концов, это наши общие дети, мы должны помогать. Детям с особыми возможностями интерактивный центр даст шанс выезжать за пределы Магадана для участия в соревнованиях на российских турнирах. Также, по словам руководства образовательного учреждения, новый центр повысит социализацию воспитанников, а тренировки на меткость с винтовкой в руке повлияют на коррекцию зрения, сколиоза и прочих нарушений физического здоровья. Развивая подъемно-патриотическое воспитание в нашем центре, все время была большая такая, наверное, педагогическая коллектива наших учащихся в создании военно-патриотического центра. Сегодня, благодаря как раз Розинову Игорю Николаевичу, эта мечта наших учащихся осуществилась. А для наших детей, кроме того, что мы занимаемся большой такой воспитательной задачей, как все-таки, чтобы наши учащиеся любили родину, знать, что такое отчизна, чтобы понимали, кто такие солдаты, как стать защитником родины, и знать немного о военной той же технике, о военном оборудовании, создание как раз и публикового тогда военно-патриотического центра. Сегодня оборудование для интерактивного центра закуплено. В отдельном здании на территории Магаданского областного учреждения образование номер один уже заканчивают ремонтные работы. Официальное открытие состоится в День знаний 1 сентября. Класс альпинистской подготовки откроет в Магаданском клубе «Подвиг». Занятия начнутся 1 сентября. Об этом рассказал директор военно-патриотического центра Роман Кирпичников, председателю Магаданской городской думы. Сергей Смирнов обещал помочь с ремонтом и приобретением необходимого оборудования. Я считаю его одним из самых, скажем так, эффективных учреждений по воспитанию подрастающей молодежи, особенно мальчиков, юношей. Знаю много семей, много непосредственно воспитанников, которые какими пришли сюда, какими вышли, стали настоящими, достойными членами нашего общества. В классе альпинистской подготовки детей научат техники работы с веревкой, взаимодействию с другими участниками группы, страховки и самостраховки, а также основам правильного выбора и использования альпинистского снаряжения. В мэрии Магадана подвели итоги конкурса «Моя маска, моя защита». За несколько недель участники прислали более ста работ. Прямоугольники 14 на 18, которые хорошо закрывают нос и рот. Главное – условия творческого состязания. Средства индивидуальной защиты организаторы предлагали украсить любым способом. Целый интересный такой набор масок направила курсанты клуба «Подвиг». Или «Магадан Энерго» приняло участие, тоже работники. Но я хочу напомнить, что жюри оценивало по критериям, в первую очередь, это функциональность. То есть, чтобы эту маску можно было одеть и использовать. Но, конечно, это творческий подход, оригинальность. Фланель и лен, шелк и марля. В изготовлении средств индивидуальной защиты использовали разные ткани. Маски вышиты жемчугом и кружевами, украшены стразами и аппликациями. На них нанесены фирменные эмблемы и лозунги, некоторые даже связаны на спицах. Были работы с нашивкой в виде цветов и пожеланием «Будь здоров!» из обычных ниток. По словам Юрия Казетова, сложно было определить одного и абсолютного победителя, поэтому призы разделят между 12 участниками, имена которых пока держат в секрете. Награждение пройдет в торжественной обстановке после того, как в городе снимут ограничительные меры. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-900-14-850-40-50. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магада». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще массы интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Принимаем заказы на защитные маски от организации города Магадана и области. По желанию заказчика наносим логотипы фирм. Телефон 607-262. Также маски в продаже в магазинах «Магаданские сувениры и футболки» на «Ленина-7» и на рынке «Фрэш», островок Таиланда. На здоровье делай ставку. Выбирай цветов доставку. Цветы.дефизмагадан.рф Доставка бесплатна. Цены ниже. Удобный каталог свежайших красивых цветов. Береги себя. Заходи. Цветы.дефизмагадан.рф 29 мая в Магадане ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью 1,5 градусов тепла. Днем от минус 1 до плюс 3. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба. Ветер юго-западный 4,8 м в секунду. Относительная влажность воздуха 89%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. «Крас» мы работаем. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова